Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается четвертая книга, умная, мудрая книга Торы. Вот посмотрите, сегодня ломают копья, идти ли в армию ешеботникам, которые учатся в ешивах. Тора все отвечает, нам не надо спрашивать. Когда мы преуспеваем, обычно вот человеку хочется похлопать по плечу, там сказать, какой я крутой, как я правильно все делаю, какой я молодец, это мне удалось. Однако люди должны знать одну важную вещь. Откуда вообще приходит любой успех? Любой. И вот в сегодняшний день нам Владимир Торы сообщается, что на каждую тысячу солдат, которые шли воевать, приходилось тысячи человек, которые оставались на месте и молились за них. Другими словами, за каждого солдата фронтовика обязательно прикреплен был другой солдат, который за него молился. Обеспечил ему, так сказать, духовное прикрытие. Можно подумать, что это вторая тысяча должна дать дополнительные духовные силы. Наверное, да. Но главная причина не эта. Причина, что те, кто воевали, не должны были впадать в иллюзию, где победа, где источник боевых успехов. Они побеждали не силой оружия, не правильной организацией военных действий, а исключительно по воле Бога, который отвечал на молитву вот этой второй тысячи. Ибо только Бог создает преуспевающих людей, которые строят себя и все делает остальное. Обратите внимание, как написано, по тысяче от каждого колена. Вошлите в ополчение написано. И в оригинале употребляется совершенно потрясающе, если вы видите, читаешь, «Элифламате, элифламате» – «Тысяча из колена, тысяча из колена». Почему не сказать просто, как по-русски перевели, в общем-то, а по тысяче из каждого колена? На самом деле ведь не так. И комментаторы поясняют. На каждую тысячу солдат, это мы повторяем, я хочу, чтобы мы это поняли, шла другая тысяча, которая, как мы уже сказали, смолилась и оставалась в тылу. То есть на фронтовиках, повторяю, я обязательно находился один из животных, который обеспечивал ему в этом тандеме духовное прикрытие. И что произошло в этой войне? Никто не погиб. Это уникальный успех. На голову разгромили врага, уничтожили численно превосходящего, вернулись игруными трофеями без потерь. Ни один солдат им. Такое может быть, потому что никто не впадал в иллюзию при оценке своих успехов. В древних и современных войнах победа достигалась не силой моей руки, а исключительно благодаря Всевышнему. И от нас требуется только одно. Всегда при любых условиях придерживаться вот этого принципа. Элли фламоте, элли фламоте. Мы, если мы будем верить только в силу оружия, никогда не получится. Надо верить в силу вот там наверху, и тогда все будет в порядке. Вообще сказали мудрецы, что любая война – это суд. И когда на небесах взвешиваются заслуги и преступления воюющих сторон. А кроме этого, под суд попадает вся территория. То есть неважно, кто в тылу, кто внизу. То есть понятие, что от того, как закончится та или иная война, зависит, как мы себя будем вести в духовном плане. И вот это вот надо как-то попытаться понять. Надо менять себя. Человек должен меняться. Это самое главное, что мы вывели из этой торы. Бывает так, что вот в семье вас кто-то раздражает, или там среди друзей. В действительности дело заключается, мол, говорят, каббалисты не в нем, не в этом человеке. Это Бог посылает нам знак. Может, ты тоже разозлил немножко Бога в чем-то? Проверь, как ты ему слушаешь. Мудрецы говорят об этом. Если Господь благоволит путем человека, то и врагов примиряет с ним. А кто враг? Враги, написал, это как раз домашний, когда у тебя проблема дома. Когда у тебя проблема с детьми, ребенок не слушается. Да что это такое? Может, мы сами не очень слушаемся Отца Небесного. И все это отсвечивает для нас. А может, мы не проявляли должного уважения к своим родителям. А теперь видим это сегодня. Не стоит только внешние факторы искать. Важно помнить, человек пальца не поранит в нижнем мире, если об этом не принято решение наверху. И вот это надо понять. Когда человек проанализирует свои поступки, ответит сам, какие мотивы его действий. Он оградит себя от множества дней, без всяких. Рассказывает о праведниках и чудотворцах, которые каждый вечер перед сном сидели, анализировали свои поведения каждую минуту прожитого дня. Как они использовали время, как изучали туру, как они разговаривали с людьми. И это помогало им стать лучше на следующий день. И вот это все тоже написано для нас. А человек, который живет, не отдавая отчетов в своих действиях, он ошибается на каждом шагу. Ну что хочется сказать? Шаббат шалом! Хочется, чтобы наши уроки тоже немножко принесли добра в мир. И надо помнить слова великого раби Балшемтова. Человек находится там, где находятся его мысли. Именно поэтому, да, когда мы видим всякие неприятности, которые сегодня происходят, не надо об этом думать сегодня. Надо сегодня попытаться увидеть, что вот небо повлияет на ситуацию сверху. Хозяин наверху, отец наверху. Если вы не будем вести себя соответственно, все будет хорошо. Брахава, аслаха, шаббат шалом! Всего самого-самого лучшего!